Обзор по паре американского доллара к канадскому доллару. Часовой график. Вчерашнее решение канадского регулятора оставить уровень процентной ставки на прежнем уровне привело к существенному ослаблению канадской валюты. Как можно было заметить, было пробито в течение двух часов последующих после оглашения решения было пробито сразу два уровня сопротивления 1.3109 и 1.3207. Столь сильное укрепление позиций как американского доллара, которое наблюдалось вчера в окончании американской сессии, так и ослабление канадской валюты в первую очередь обусловлено фундаментальными факторами, а именно теми заявлениями, которые были даны представителями канадского регулятора. Так было отмечено, что так называемые риски глобального экономического роста остаются неизменными и также уровень инфляции не находится на достаточно высоком уровне для принятия решения о последующей повышении процентной ставки банкам Канады. В свою очередь было также отмечено и то, что канадский регулятор внимательно следит за изменениями в экономике Соединенных Штатов, а именно с новой администрацией Белого дома. Это приведет, скорее всего, к последующим попыткам как минимум ослабить американский доллар, но в свою очередь также и обращается внимание на то, что Федеральная резервная система планирует как минимум три повышения процентной ставки в 2017 году. В свою очередь именно данное решение, желание оставить более слабым канадскую валюту приводит к выдвижению котировки данной валютной пары и соответственно к соответствующим решениям канадского регулятора. Ожидаю, что сегодня котировки вернутся как минимум к уровню поддержки на данный момент уже 1.3207, что совпадает с хеной 23% по Фибоначчи. Учитывая то, что сегодня в американскую сессию в 19 часов планируется заявление Дональда Трампа и, скорее всего, это приведет к ослаблению американской валюты, снижение котировок, точнее коррекционное движение от вчерашнего роста может достичь и 38% и 50%. Но в целом, учитывая ситуацию с технической стороны, с дневного графика, как можно было заметить, котировки после вчерашнего роста вернулись в рамки действующего восходящего тренда на дневном графике, а также фундаментальные факторы сохранения канадским регулятором и, скорее всего, дальнейшее сохранение процентной ставки на прежнем уровне и рост процентных ставок уже в Соединенных Штатах будет толкать котировки и создавать новые восходящие движения на данном рынке. По этой причине рекомендую заключение сделок на продажу от ближайших уровней Фибоначчи с последующей фиксацией уровня сопротивления 1.3294. Сегодняшняя публикация данных о изменении запасов сырой нефти в Соединенных Штатах, которая ожидается на уровне минус 0,3%, скорее всего, не приведет к существенному укреплению канадской валюты, так как основной фокус участников рынка будет сфокусирован на заявлениях Дональда Трампа, частом, который ожидается на час позже публикации данных о изменении запасов нефти в США. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова